Дико извиняюсь, я понимаю, что ты смотришь сейчас видео, я понимаю, что ты сможешь, ну дай мне пару секунд быстренько тебе кое-что рассказать. Вышел новый на портвич прайм, тут есть, тут такие танки есть прикольные, суперпеший, самуа, суперпеший, я понимаю, что он для тебя говно, но самуа я бы на твоем месте взял бы потестить, покатался и по фарму. При этом ты еще можешь получить 2D стиль, уникальный командир, королева, как говорится, мэйв, не знаю кто такая, может быть ты знаешь, не знаю. Один день танковый премиум каунт, 10BZ на X5 опыта, поэтому все, что ты хочешь знать по этому пакету, есть в закрепленном первом комментарии. Продолжай смотреть видео, пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Болковник Сильверидзе, и прежде чем мы с вами начнем, обязательно в комментариях оставляйте свои якнемы, я выберу 5 победителей, которые получат по коробочке. А так мы начинаем, с вами выпал мне тут кто? Правильно, Гесса Ор, 10.088 уровня, и я на нем сыграл бой, который я вам сейчас же покажу. Я сыграл на нем ровно один бой, вот, чтобы вам подзавести немножечко контентика на нем. Танчик такой себе, интересный с одной стороны, да, я сдал на нем, короче, один бой сыграл, победа, 7500 урона, медаль Колобанова сделал, вот я вам показываю, что я на нем только один бой сыграл, который я вам, в принципе, сейчас и покажу. Вот, танчик в целом прикольный, очень классный подкалибер, но мы сейчас, короче, перейдем к нему, нормально расскажу про него, давайте сначала покажу вам сравнение, да, его быстренько мы пройдемся по характеристикам данного танка, а потом уже по бою более-менее подробненько расскажу. Смотрите, господа офицеры, у нас здесь полностью все, я здесь поставил, да, ДТХ, вентиль, повороты и прицел я поставил, да, можно ставить сводку, кто как любит, да, в зависимости от того, кауке, предпочтения. ББшки у нас пробитие 226, да, и 321 подкалибер, и подкалибер очень хорошее, но это мы сейчас чуть попозже, доп. паёк, обычная ремка, обычная аптека и вентиль я поставил наверх. Что у нас по характеристикам данного танка, можем заметить, что перезарядка у нас полная, 40 секунд, достаточно много, реально скажу, очень много, потому что, блин, в бою это прям капец как долго кажется. 2 секунды между выстрелями, количество снарядов 4, по 320, как вы можете заметить, да, дальше, минус 11 УВН, УВН прекрасная, выходишь прям вообще везде и разваливаешь, но башня пробивается, да, поэтому надо быть осторожным. Время соединения 1.99, я играл первый бой свой на приводах, а не на прицеле, поэтому там ещё меньше было. Разброс на 100 метров 0.28, средний урон минуту, косарь 700, что очень даже маловато. Прочность 1200 у нас, броня корпуса 1.99, броня башни 152, ну, короче, танчик такой, что он рвётся легко. Дальше, мощность двигателя 640, максимальная скорость 60, катается он плюс-минус нормально, мне понравилось, не прямо сказал бы, что он медленный, но не прямо вау-вау-вау-вау-вау. Вот, но ездит прикольно, ездит нормалдей, ездит стабильно, скажем так, умеренно-быстро, да. Вот, обзор 433, вот такой вот у нас Танчинский выпал новогодних, поэтому мы идём сейчас с вами смотреть бой, вот, приятного просмотра, вот, я его буду сейчас комментировать для вас, не специально не вырезаю, хотя, кто хочет посмотреть эмоции мои, обязательно смотрите на стриме, потому что этот бой был на стриме. Всё, погнали смотреть. Итак, господа, переходим мы с вами к бою, я попал на карту Степи, да, на нашем любимом Тунчисе, фулл, у нас восьмёрочки, одна артиллерия имеется, 4 ПТшечки, да, я зарядил на него барабан фугасов, но, опять же, барабан фугасов я потом убрал, я не знаю почему, я просто его не убирал. Барабан фугасов вообще нафиг уходит, он не нужен, 40 секунд ждать, чтобы разводить фугасы, которые ты не факт, что будешь нормально пробивать, и не факт, что тебе попадётся именно тот танк, который ты хочешь покидать, поэтому он нафиг убирается. Я поставил 20 на 20 по итогу, голда здесь шикарная, подкалиберы лучшие в мире, ББшки не очень. Смотрите, у нас ББшки, 320 у нас, блин, чё я двигаюсь-то, да ё-мая, хватит двигаться, да, покажу. 226 мм, да, и косарь 66 летит, да, а теперь подкалиберы, смотрите, 320, что очень мега круто, и косарь 400 полёс снарядов. Это настолько быстро, это настолько комфортно играть, что вы просто не представляете, когда подкалиберы, смотрите, сейчас буду сжать ББшки для начала, да, я тестил и ББшками, и голдой стрелял, и вы увидите максимальную разницу, которая только заметно прям глазом одним или двумя, неважно, сколько у вас, вот, выходим, значит, чеком, я поехал налево, выхожу тут чеком, вижу, он поставляется, я ему сразу даю шот, и вот здесь ББшки пошли по Феде, обратите внимание, выцеливаю низинку, его на лдху, но нифига не залетает, нет пробития, пробитие реально очень слабенькое, зато УВНы, обратите внимание на УВНы, арта даёт 420 мне жёстко, она стоит на Б1, вот, поэтому надо тут быть осторожным. У меня всего косарь 200 хп, поэтому минус 400 это очень сильно роляет, прям нереально, поэтому я беру теперь просто и откатываюсь, УВНы, обратите внимание, просто смотрите, какой УВН, минус 11, это настолько, настолько шикарно, ребята, у меня просто нет слов. Я выхожу такой и не понимаю, что делать, как, что, почему, куда, блин, как развалит, но башня шьется, проблема в том, что танк весь шьется, у него брони нет вообще, поэтому любую точку ему закидывают и пробивают, но надо максимально тоже, максимально стараться крысить. Вот, выхожу тут, пытаюсь что-то ещё настрелять, но нифига у меня не получается, потому что все в сейве, а сильно лезть я не могу, сами понимаете, потому что артиллерия у нас такая себе, на первой скорости пытаюсь выйти, но ничего не вижу. У нас умирает тот фланг, счёт 0-1, уже, правый фланг дохнет, левый фланг нам не пропушит, потому что они очень хорошо стоят, плюс ещё арта прикрывает, поэтому я максимально осторожно выхожу сверху, вычекиваю что-то на лампу, пытаюсь тут, хоп-хоп-хоп, ничего не вижу. Сейчас я засвечусь, кстати, и пробую ему блайн, да, я кидаю блайн, вроде как залетел блуинт, вроде бы. Вот, смотрите, ещё какие минусы, то есть минус первый, это то, что у него брони нет, минус второй, ВБшки слабенькие, даже на того же Федю уже, блин, проблемы начинаются жёсткие, да, что ещё, всё, наверное, по минусам, да, то есть брони нет, а, и третье, наверное, брони, это то, что у него КД очень долгое, КД реально очень долгое, прям нереально долгое, это, наверное, такие минусы. Плюсы, УВНы шикарные, выходишь, разваливаешь, подкалиберы офигенные, быстро летят, пробивают всё, скорость, мобильность. Для ПТХи нормалды. Ещё один минус, кстати, можно сказать, что ПТХа как бы, хп-шек маловато, да, то есть броненеда ещё хп нет, это плохо, но это ПТшка, у него, в принципе, не должно быть много хп, правильно, там у них всегда касается 200, касается 100, вот, поэтому это адекватное состояние, да, танка для ПТХи. Вот, возвращаясь я, короче, назад, уже счёт 1-5, у меня чилы как могут, так и умирают, я тут пытаюсь что-то выйти, почекать, может, кому-то дать. Пока я уехал слева, уже бизоны там пушат лево, обратите внимание, сколько бизончиков у нас на ваших глазах стоят. Бизон, С-45, имба. Я возвращаюсь назад, я понимаю, что мне нужно крысить, я понимаю, что мне нельзя, блин, куда-то впушивать, у меня хп нет, брони нет, только кимпа, только ПТХа, only, only крыса стайл. Вот, тут у нас полетит андроид, и его просто уносится от Исухи, 152-й, кстати, Исуха у меня тоже имеется. Я тут выхожу, вижу брасика, свожусь, раздаю, быстро очень разъезжается барабан, шикарно, всё, ушёл, одна пулька сразу же на КД, вот, подкалиберы. Кстати, обратите внимание, что я кидал подкалиберами в Скорпа, очень быстро летит, и очень плохо, что я стрелял подкалиберами, а не ББшками, потому что подкалиберы мне бы ещё понадобились на какие-нибудь более бронированные танки. Так, Каен, 300 хп, 274, Косарь 200, слева бизон поджал, Суха там ещё. Короче, КДшимся, но КД очень долго, это, блин, меня очень сильно накаляет, 40 секунд, ну реально дофига. Ты стоишь, грубо говоря, блин, минуту, и ждёт, пока это грёбанное КД у тебя пройдёт. О, тут пантера поставляется, я пытаюсь, конечно, ей сейчас вкинуть, но она резко сэвится, когда у меня ещё КД идёт. Но ничего страшного, у меня подкалиберы, они летят быстро, я сразу даю, прям на него навожусь и сразу же попадаю. Три пульки остаётся, как раз мне хватает трёх, не, вроде не хватит, вроде кто-то из них выживет, да? Я тут целюсь, сразу забираю шотного, чтобы он не успел дать, он, кстати, и не успел по итогу дать, этому даю раз, два, всё, всё попал, всё круто, всё пробил, он шотненький остаётся, его ренегатик сейчас подзабирает, а нет, его ренегат, а, да, ренегат его забрал. 8-10, обратите внимание, нас осталось пятеро против семерых. Арта жива, сухо отлетает, всё, их шестеро. Шестеро, нас четверо. И я, по-моему, тут останусь один против этих шестерых, кстати. Ребят, я реально останусь один против шестерых, чтобы вы понимали, вроде бы. Тут медаль Колобанова, это понятно, все уже знают, я вначале рассказал, что это будет медаль Колобанова, но самое интересное, я не помню, против один, один против пяти или шести, по-моему, шести, если не ошибаюсь. Я здесь выезжаю, чекать тройку, я понимаю, что нам нужно как-то разжиматься, то есть нас справа зажимают трое, вот, и здесь тройка где-то. Я стою, смотрю, а нифига нету, она не ездит, я не понимаю, блин, чувак, у тебя по-любому хп, почему ты не двигаешься. Вот. И потом у меня пришла такая мысля, а вдруг он АФК? Чуваки, а вдруг он АФК? Реально, вдруг. Вдруг такое получилось, что он, может, вылетел там или что-то еще, потому что его долго нет. Он долго ничего не делал. Я думаю, может быть, он тут подъедет сейчас, и мне придется у него разжирать. Что делать? Что здесь делать? Непонятно. Хотя при этом Каен, кстати, на два шота мне. Вот. Каен на два, и Суха там была фуловая, и С3 в итоге там фуловая. Фуловый, 274, фуловый, Бизон, Бизон, по-моему, на три или на два тоже. Короче, у них очень много хп, я пытаюсь что-то почекать, я не понимаю, блин, где эта гребаная тройка, где она? Что за фигня происходит? Вот. И там начинается светиться на базе у нас со временем. Я пока заранее такое говорю уже, а там ничего не светится, а я такое уже говорю, блин, а что делать? А-а-а-а-а-а. Короче, и Суха там будет сейчас светиться. Я буду потихонечку, по-моему, стягиваться, если там, по-моему, и Суха будет лезть. Вот. У нас тайп тем временем фуловый, то есть у нас сейчас очень жестко все зависит от Тейпа, чтобы он там не сдох. Вот. Я вообще не понимаю, что происходит. Я не понимаю, где тройка, а я в замешательстве. Я в шоке просто. Я смотрю и не понимаю, что, блин, происходит, чуваки. Что это такое? Почему так? Вот. Все, ждем 7 минут. Никто не пушит ни слева, ни справа. А проблема, я понимал, типа, что-то не то. Что-то не то. И слишком много. Почему они не играют? Вы чуть позже поймете, почему они не играли. Вы поймете, пацаны. Я там легко понять. Там абсолютно легко. Там все будет видно на ваших глазах. Вот. А светится 200... Ага, не 200, а это, по-моему, кто... Подожди, кто светится? Это эстеха светилась. Бизон, что ли? Бизон же тяж, как он мог светиться. Почему тогда тут? Я, кстати, не понял, как что-то светилось. Ну, ладно. Но объект пишет. Пишет, что... О! Короче, ладно, не буду говорить, просто я что-то не понял прикола. Кто светился, на самом деле? Объект, что ли? Серьезно? Да, это объект был. А что туда? А, это Бизона стояла там. А, все, все, сорян, чат. Это, короче, объект, да, все правильно. Я просто перепутал. Думал, это объект у них будет на этом базе. Ладно. И, сука, стоит. Она тухнет. Я и под калибром не пробиваю в маску. То есть я пытался разъезжать ей, но нифига не пробил. Последним, как всегда. Ну, вы же знаете. Совок. Последним выстрелом. Он шотный. Ну, какое, какое пробитие. Все, осталось у меня 5 снарядов под калибров. Да, то есть это один барабан. Останется, если я 4 пульки отдаю, то все, останется одна. Я тут свечусь от Каенчика. Сейвлюсь от арты. Понимаешь, что сорта может скинуть. Прекрасно. Сейвлюсь из-за этого. Тайпок у нас отлетает. Фуловенький. Обратите внимание сейчас на то, что получится. Обратите внимание. Исуха, Димас, шотный. Я остаюсь сейчас 1. Я реально остаюсь 1 против 6, господа. Это 1 против 6. Первый бой на ГСОРе. Ребят, это просто максимально, максимально жестко. Обратите внимание. Я понимаю, что тройка, скорее всего, уже АФК. Я реально уже понимаю, что на нафиг АФК. Я свечусь опять. Сосарта мне кинет сюда. Вот. Но ничего страшного, артиллерия. И да, им мне не жалко. Все. 1 против 6. Поехали. Полковник Селезия. 4 снаряда. 2 снаряда на 2-7-4. 2 снаряда на Каена. Поехали. Даю шот. Раз. 289. Выходит 8-4. Я ему вкидываю. Маску. Раз. Второй шот. Вкидываю. Забрал. Этому кидаю. Тоже забрал. Минус 2 делаю. 1 против 4. Я остаюсь 180 хп. Мне дает 8-4. 330. И Каен 259. Я при этом шотный. Арта, по-моему, еще не зарядилась. У меня 5 фрагов. 4 тысячи урона. 1 против 6. 2 их убиваю. 1 против 4 их остаюсь. Я понимаю, что, скорее всего, реально тройка. Скорее всего, чуваки, реально АФК. Потому что я здесь катаюсь. Я уже катаюсь на пофиг. Потому что понимаю, что... Ну, чел, реально, походу, АФК. Он бы уже давно светился, был бы уже что-то давно делал. Поэтому я стою в кустике. Единственный хороший вариант. Если здесь едет Исуха, я ее убиваю. Сейвлюсь за камни от арты. Если она едет слева, я ее также убиваю. И сейвлюсь сюда за камни. То есть, в любом случае, я на ПТХе. И она меня фиг увидит. Я выцеливаю спокойненько. Жду. И даю ему 250. Сразу же КДшусь. Боюсь уходить сразу же на КД. Боюсь это делать. Я, кстати, так поставлен под арту немного. Стоит ХП у меня. Вот. Не ухожу. Потому что, думаю, вдруг сейчас подъедет Бизон какой-нибудь. Он не светился весь бой. Вдруг тройка сейчас выйдет откуда-нибудь. Но понимаю, ладно, все. Надо... Тут либо рискуешь, либо нет. Осталось 3 минуты с половиной. Надо ехать. Надо КД уходить и ехать. КД очень долго. Я сразу нажимаю. Все. Полетел он за тройкой. Вот. Да. Тройка оказалась по итогу АФК-шной. Вылетел, бедолага. Я уже имею 6 фрагов. Если я это выиграю, у меня будет девяточка фрагов, да? Будет такой нормальный бой, но... Вы скажете, блин, да фигня какой-то бой, блин, АФК-шная тройка, блин. Ты чё, блин? Ты чё такой бой вообще выкладываешь? Троечка-то АФК-шная. Ребят, ну я как бы до этого троих тоже нормально так подразвалил. Вот поэтому сильно зла не держите, что АФК-шная. Вот. Тут он, смотри, выходит. Хоп-хоп-хоп. Я ему раз. Пытаюсь баки выцелить. По-моему, я повредил бак. Не знаю. Даю еще бак. Короче, не знаю. Может, повредил только бак, но не подпалил. Короче, в итоге даю ему 4 выстрела. Альфа 290, 290, 350, 340. У него остается 207 хп. 40 секунд ждать. Я боюсь артиллерии, поэтому прячусь. Я думал, она А4, А5 пытается уехать, поэтому я вот так вот стою. Вот. Я не знаю, почему она меня, кстати, не убила. Она меня могла 100 раз убить, чтобы вы понимали. Но я не знаю, почему она не убила меня. Ну, я кодешусь, у меня 2,5 минуты. Обратите внимание, времени все меньше и меньше. А надо убивать троечку, которая шотненькая, и ехать быстрее дальше. Бизон не светился. Где же будет Бизон, как вы думаете? Как вы думаете, где будет Бизон, ребят? Как вы думаете? Ну, так, чисто на скидку. Вот. Что вы думаете? А я 3 пульки оставил. Я 3 пулечки оставил. Я тут байчу арту на выстрел. Пытаюсь как-то забайчить, чтобы она стрелила, но она не стреляет. Нифига. И знаете что? А у меня 2 минуты, мне надо ехать максимально быстро. Я стараюсь ехать и ехать и ехать. Свечу тут Бизончика ФКшного, еще одного. Даю ему 3 пульки. Раз. Два. И три. На КД ухожу сразу. У меня как раз таки будут ББшечки. Вот. Я пытаюсь направо уехать. Я не понимаю, где арта. Я на самом деле думал, она уезжает. Потому что логично было бы подумать, что если я с этой стороны, просто берешь и сваливаешь далеко. Я зато вы просто не успею приехать, потому что время, все. Время пройдет, я не успею доехать. Вот. Я КДшусь. Еду прямо на Бизона. Просто тупо, в тупую еду. Объясняю почему. Чтобы узнать, где арта. Чтобы понять, она все-таки слева стоит или она все-таки справа. И я не понимаю, что делать. Я не понимаю, мне нужно как-то ее забайтить. Я пытаюсь просто кататься. Но она нифига не стреляет. А я понимаю, почему она не стреляет. Она не стреляет специально. Она не стреляет, чтобы не показаться, где он на самом деле находится. Убиваю Бизона. Выезжаю на эту линию. И арта дает какой-то выстрел непонятный. Я его спокойненько два выстрела забираю. И при этом у меня получается 9 фрагов, 7500 урона, медаль Колобанова, один против шестерых. И это все первый бой сразу же. У меня получился максимально классный. Эмоции мои от боя. Там просто нереальные эмоции были. Я офигел, что такой прикольный бой получился. Вот, можно увидеть на стриме, который был вот недавно, ребят. Поэтому, если чего, когда я коробочки открывал, можете их олицезреть. Спасибо огромное за то, что смотрите. Спасибо за лайчинские, кто прожимает. Не обязательно не забудьте пожать лайк, оставить никнеймы свои. Вот, 5 победителей по коробочке я выберу в комментариях. Обязательно оставляйте свои никнеймы. На этом у меня все. Увидимся на стримах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok